Сейчас очень тяжелая ситуация, идут военные действия в Украине, и это вызвало совершенно дикий кризис, понятно, что получается в результате каждого кризиса. Богатые становятся богаче, бедные беднее, это мы все знаем, поэтому каждый кризис кому-то выгоден. И все зависит от того, на какой вы стороне, наверное, давайте сегодня обсудим, кому же этот кризис выгоден и как из него, ну, извлечь, ну, какую-то хотя бы пользу нам с вами. Всего одно легкое движение. И тебе доступен YouTube, Instagram, Facebook и прочее в полном объеме, без всяких ограничений, потому что ты формально в США. Размести значок VPN на главном экране и сделай за правило входить в интернет через VPN. Итак, здравствуйте, друзья, здесь Демитков Юрий. Военные действия на Украине, они, конечно же, сбередили всех, и сейчас очень многие в скандале буквально. Есть люди, которые поддерживают, значит, там за победу, значит, там надо бить всех и так далее. Вот, Z рисуют на машинах, вот, а другие, в общем-то, говорят, вы что, ребята, так сказать, одумайтесь, это все ужас, боль и кровь. Но это все проходит как-то вот очень тяжело и страшно, но, в общем, так сказать, ни к чему не приводит это все разговоры. А вот кое-кто на этом нагревает очень даже неплохо руки. Ну, начнем с самого такого простого. Да, и кто-то теряет очень много. Дело в том, что против России введены беспрецедентные санкции, и в результате этих санкций, ну, мы все теряем, потому что, значит, там нам ограничивают, ну, во-первых, заблокировали российский золотовое и улетные запасы, половину, по крайней мере, и вряд ли мы их уже получим. Вот, Россия, которые 20 лет там накапливались. Ну, а во-вторых, значит, очень жесткие ограничения на, там, банковские всякие дела. И импорт сейчас, в общем-то, сказать, очень-очень здорово затруднен. И, кроме того, вводятся против ряда руководителей, ну, олигархов, будем говорить, страны, персональные санкции. И они вводятся так постепенно, этапами, траншами, там, то против одного, то против другого и так далее. И что эти санкции, ну, персональные, о чем гласят? О том, что замораживаются у этих самых олигархов всяческие активы за рубежом, недвижимость, яхты, дома. Им запрещают въезд в разные страны, им запрещают переводы в те страны, ну, и так далее, и тому подобное. И, ну, вы все слышали, что, наверное, Фридман там и Авен жалуется. Фридман говорит, что у меня нет денег даже для того, чтобы нанять домработницу. Значит, он остался там бедный, несчастный в этом Лондоне. Нет даже денег, чтобы оплатить домработнице. И он бы и с радостью выехал, но у него даже не осталось денег, даже чтобы купить дом во Франции. Ну, понимаете, сердце кровью обливается. У Авена еще хуже, он не умеет водить машину, у него нет даже денег на водителя. Ну, вот так случилось. Тоже в Лондоне, кстати. И, в общем-то, и дети у многих из них в Лондонах, в Америках, и они не могут, значит, дети там с удивлением обнаруживают, что российские карточки обнаруживались. То есть, папа уже не пришлет денег, значит, на очередную, значит, там покупочку и так далее. А как же жить и так далее. Вот, и, соответственно, вот такие вот беды на них валятся. И, кроме того, многие не могут въехать. Ну, там, ну, скажем, Владимир Соловьев не может вроде как на свое имение на озере Кома. Вы скажете, что это все, так сказать, ну, как бы, ну и бог с ними, да? Но, но, представьте себе на месте этих людей. Вы бы хотели попасть под эти санкции? Нет, конечно. Вот, и они не хотят попасть. И те, кому это грозит, вот, кто еще не попал, но кому грозит, они всячески стремятся как-то уйти из-под этих санкций. Уйти. То есть, у них личный интерес, чтобы уйти из-под санкций, как-то детей своих вывести, значит, что-то как-то туда, значит, там сохранить. А, ну, что получается? Получается, что они все стоят перед выбором. И если вы, там, ругаетесь дома в семье, там, с родителями, родители за операцию, вы против, так сказать, ну, потому что молодежь, в основном, там, 40% молодежи считают, что все это плохо, и перспективы они теряются. Так вот, люди, которые стоят с деньгами, которые очень-очень богаты, они конкретно совершенно теряют, и они стоят перед выбором. В частности, вот кровавая барыня, ну, я вам скажу, что это Собчак, Ксения, это никто не скрывает, пишет. Так и быть, вот вам еще один инсайдик от меня. Леонид Михельсон проводит огромное количество встреч с АП, с администрацией президента, на предмет того, чтобы у него забрали здание дома культуры ГЭС-2, которое он строил много лет. Это то самое здание на болотной набережной, напротив которого установили скульптуру «Большая глина номер 4». Покупка электростанции стоила ему 2,78 миллиарда рублей, и еще 8 миллиардов рублей, согласно инвестиционному контракту, должно было быть вложено. Позднее сумма увеличилась до 10 миллиардов, ну, а сколько средств было потрачено на самом деле, знает лишь Михельсон. Михельсон – это глава новотека, насколько я понимаю. Желание Михельсона вполне объяснимо в связи с текущей геополитической ситуацией, международных выставок там нет и не предвидится. Зато его активно прессуют на предмет проведения в Доме культуры разного рода патриотических акций, в частности, концерта Газманова. Попадать под дополнительные санкции Леониду Викторовичу совсем не с руки, но и Газманова, видимо, тоже не хочется. Вот перед непростым выбором стоит Михельсон, но надо сказать, что у Собчак с ним очень хорошие отношения, в свое время она, ну, он ей посоветовал, насколько я помню, ну, приобрести пакет акций пока не поздно, значит, этого самой Евросети, прежде чем ее отберут. Ну, у него была информация такая инсайдерская, что у Чичваркина будут отбирать Евросеть в свое время, и Ксюша на этом очень даже здорово, ну, как бы, вроде говорят, заработала. Вот, ну, тем не менее, вот у Михельсона, как мы видим, стоит вот такая вот непростая дилемма, и то есть он говорит, ну, все, забирайте, только ради бога, чтобы мне от санкций. Ну, такая самая, так сказать, невинная история. Значит, дальше. В Испании, здесь дальше уже с кровью, найдены мертвыми экс-топ-менеджер компании «Новотек» Сергей Протасеня вместе с женой и дочерью, сообщил телеканал «Телесинко». По информации каталонской полиции, тела трех человек были найдены во вторник, 19 апреля, в доме в курортном городе Льорет-дель-Мар, провинция Жирона. В провинции подчеркнули, в полиции подчеркнули, что рассматривается версия, по которой мужчина мог убить членов своей семьи, а затем покончить с собой. Согласно данным телеканала, состояние топ-менеджера «Новотек» оценивалось 400 миллионов евро. Также отмечается, что Протасеня проживал во Франции, а в Испанию приехал с семьей на пасхальные праздники. Санта-Симана у них там. Да, Санта-Симана называется, то есть я сам там был в это время, в свое время, там праздники и так далее, ну просто все испанцы там отдыхают. Но, что в этом такого? Ну, как бы, да, убил дочь и убил жену, и сам застрелился. Но, сам ли он застрелился? Дело в том, что в понедельник, 18 апреля, в Москве уже, бывший вице-президент Газпромбанка Владислав Аваев застрелил свою жену и дочь в квартире, а потом покончил с собой. Она была беременна от его водителя, ну, это сообщает Банкста. Как-то два случая одновременно, очень богатые люди практически одновременно по одинаковой схеме. Ну, в Москве-то понятно, покончил с собой, а в Новотеке, я читал, значит, про протасению, значит, он там был связан с каким-то банком, и этот банк был связан с каким-то, по-моему, там, то ли полковником Захарченко, то ли еще что-то, короче говоря, темные делишки. И боюсь, что очень даже может быть, что и тот, и другой просто слишком много знали, причем слишком много знали и они, и, там, дочь с женой. Не исключено. Ну, как бы, проверить невозможно, но, как бы, два случая одновременно. И поговаривают, что это не единственный, как бы, случай, там есть еще, и я просто не стал их приводить. Вагит Оликперов проинформировал Лукоил, то есть, а это вот то, что касается, вот, ну, буквально, вот, многих, и многие на этом могут, наверное, заработать. Вагит Оликперов проинформировал Лукоил о решении отказаться от полномочий члена Совета директоров и президента компании из-за санкций. Ну, то есть, Вагит Оликперов уходит от Лукоила. Наверняка, по личному желанию, ему просто, он устал работать, наверное, и уходит. Вот, ну, есть другая версия, что, в общем-то сказать, у него Лукоил отжимает кто-то. Кто? Ну, скоро мы увидим. Им говорят, что вместо него уже в президента компании, значит, назначен некий, насколько я помню, там, Воробьев, по-моему, вот, который тесно работает с Кириенко. Кириенко, в свою очередь, очень хорошо общается с Ковальчуком, а Ковальчук сейчас самый близкий человек к президенту Путину. Вот, то есть, как бы, судя по всему, делают люди вывод, что, в общем-то сказать, туда и перейдет, в общем-то сказать, актив Лукоила. Вот, вот, насколько это будет бескровно, ну, посмотрим. Вот, и следующая пивоварова редакция, значит, там, главное к исходу, там, тра-та-та, список товаров. Последний, как бы, пункт. Олег Тиньков ведет переговоры по продаже доли в группе компании Тиньков. Накануне банк объявил о ребрендинге и об отказе от именного названия. Что это значит? Это значит, что банк Тиньков, ну, планирует переименовать, уже банк будет не Тиньков, а Т-банк, например. Ну, или еще как-нибудь, ну, скорее всего, Т-банк какой-нибудь будет, вот так. И, ну, на самом деле, Олег Тиньков уже, ранее у него было 85% в группе ТКС, которая контролировала Тиньков. Но несколько лет назад уже, значит, ну, у него проявилась, во-первых, там болезнь очень серьезная, лейкемия. И это серьезно, то есть он мог умереть, и поэтому он просто, ему было ни до чего, он просто ушел из совета директоров, во-первых. Во-вторых, значит, был еще, если помним, скандал примерно в то же время, ну, чуть позже, насколько я помню, с американским налоговым учреждением, которое наехало на него и сказало, что он недоплатил какую-то сумму денег. Вот, я интересовался очень сильно, дело в том, что он заплатил, в общем-то, все, что нужно было на самом деле, но оказывается, что если он уезжает со всеми страны и забирает оттуда свои деньги, и он становится не резидентом, а он был налоговым резидентом США, то, соответственно, на вывод этих средств, там, оказывается, ну, есть какой-то дополнительный, ну, как бы, налог или, значит, мзда, я не знаю, вот, он ее не заплатил. А так как суммы у Олега Тинькова были немаленькие, соответственно, и размер штрафа был тоже немаленький. Ну, вот, он тогда продал 50% своего банка, сейчас Тиньков, ну, во-первых, он лечился, значит, долго от своей болезни, очень тяжелой и утомительной, мы понимаем, что это все очень тяжело. И он живет в Англии и очень тоже рискует попасть под санкции. И не будем, так сказать, делать из него, так сказать, большого альтруиста, судя по всему, он просто решил уйти от этих санкций, потому что, ну, не в его интересах, значит, продавать за бесценок банк или уходить из банка, вот, и вряд ли, там, так сказать, соображение какой-то морали, вот, действует больше, но просто, вот, как бы, решил уйти от санкций и опубликовал в запрещенном ныне Инстаграме соответствующую публикацию, в которой сказал, что, в общем, сказать, что он не поддерживает никак операцию Z, и что вообще все, кто поддерживают действия России по отношению к Украине, вообще говорят дебилы, вот. Это его слова, а не мои слова. Вот. И, значит, чем выразил свою позицию однозначно совершенно, и, соответственно, ну, дальше уже вопросы к банку, значит, естественно, банка начинает отрекаться, говорит, да он уже вообще, как бы, к банку отношений не имеет, что правда, что он уже не у руководства банка, он уже не, так сказать, как бы, не входит в член совета директоров уже давно, много лет, вот, банка, ну, а банка просто продолжает носить имя Тиньков, ну, потому что просто он продолжает носить имя Тиньков, хотя Тиньков уже, в общем, сказать, там далеко не главный человек. А главный человек был Оливер Хьюз, гражданин Британии, вот, меня поправили, я в предыдущем видео сказал, что он американец, но я знал, что он иностранец, вот. И на самом деле это Оливер Хьюз, очень такой классный чувак, и именно благодаря, может быть, даже больше Оливеру Хьюзу, этот банк стал таким удобным и таким, вообще говоря, вот, супер-супер современным, и ведущий банк просто, ну, буквально в мире, по удобству, по сервису, и сейчас Оливер Хьюз тоже, ну, он как гражданин Британии, естественно, это не поддерживает ничего, и он тоже уже уехал, свалил в Арабские Эмираты и ушел из банка, то есть место вакантное. И, соответственно, сейчас за, ну, это актив, это, блин, это офигительно, офигительно прибыльный банк, офигительно удобный, с офигительно большим количеством клиентов, и это очень хороший актив, очень-очень хороший актив. Поэтому, значит, будет очень большое количество желающих его прибрать к рукам, и, соответственно, за него уже идет борьба. Каким образом идет борьба за банк Тинькофф? Ну, значит, сейчас его хотят выкупить соответствующие люди. Какие люди хотят его выкупить? Ну, соответственно, те, которые поддерживают операцию Z, естественно, они же должны получить свое вознаграждение. Это не вы, которые, ты, значит, намалевал там Z на борту, и, значит, вау-вау, значит, мы всех победим и так далее. Что ты с этого получишь? Да ни хрена ты с этого не получишь, ты зарплату потеряешь, и все, значит, у тебя жизненный урон не упадет, но ты зато будешь гордиться тем, что, значит, Россия, значит, тут всех, значит, вот такую бучу развела, а вот будет распирать гордость. Ничего больше, значит, в денежном выражении вы, ребята, потеряете, а вот кое-кто, кто это, значит, стоит там у руля, у власти, они как раз на этом деле очень даже здорово хотят заработать и заработают, я думаю, потому что, ну, сейчас, как у нас происходит, вообще говоря, переход права собственности компании от одного собственника к другому. Ну, обычно происходит так, что, ну, практически у нас, как бы, по-бандитски рейдерские захваты, каким образом это происходит? Ну, приходят к владельцу компании, делают ему предложение, от которого ему очень трудно отказаться. Ну, например, там, к Евтушенкову, как приходили, да, вот, и он говорит, а я не буду отдавать. Ну, не будешь, так не будешь, тогда вот против тебя, значит, уголовочка, значит, там, значит, вот против тебя компроматики есть, значит, вот тут, значит, против тебя сейчас иски, значит, в самый наш справедливый суд все решит. Наш самый справедливый суд все решает, значит, акции компании резко падают. И, значит, ну, вот ты не хотел, извините, значит, там за 2 миллиарда, ну, условно я говорю, вот тебе, значит, там 500 миллионов, и если ты еще, как бы, будешь рыпаться, то, в общем, подумай о своем будущем, о своих детях. Вот такими методами у нас при помощи самого законного суда происходит передел собственности на наших глазах. И тут я как-то читал еще металлургическая компания НЛМК, там вроде бы Лисин, насколько я помню, главный такой человек, олигарх, и он как-то не очень хорошо поддержал вот эту всю компанию. И я думаю, что он тоже, ну как бы не хочет, что против него санкции вводились, и надо наблюдать. Что нам с этого? Ну, вы, конечно, можете покричать, значит, там, что санкции-шманкции, что мы патриоты и так далее, но, в общем, давайте, друзья, на чистоту, своя рубашка ближе к телу всем абсолютно. И вот этим олигархам, которые говорят, что я против, значит, там, типа, оставьте мне возможность жить на Западе, пользоваться всеми благами, а, значит, я готов отказаться вот от этого, ради этого. Либо, значит, те, против кого уже, так сказать, там, клейма ставить негде, но они, конечно, по полной будут разыграться. Ну, а мы с вами можем воспользоваться крохами с этого стола. То есть, соответственно, внимательно смотрим за акциями Лукойла и за тем, что происходит вокруг Лукойла. И, вероятно, очень сильно Лукойл будут опускать в цене. То есть, будем смотреть, что там происходит, и как только передел Лукойла, ну, вроде как, завершится, то вот тут же, значит, все эти дела по волшебному мановению палочки, они закроются, и акции начнут расти, потому что Лукойл – это очень-очень даже неплохой актив. И надо будет вкладываться в Лукойл. То же самое касается Тинькофф Банка. Значит, Тинькофф Банк – это публичное акционерное общество, соответственно, котируется на бирже. И сейчас все в самом разгаре, значит, сейчас будут его топить, сейчас будут опускать эти акции как можно ниже. И вот на минимальных уровнях я очень даже советую вам купить, потому что эти вложения, вы увидите, что они у вас вырастут там в 2-3 раза. То есть, это не те, которые жалкие проценты, которые вы получите от депозита в каком-нибудь Сбербанке. Это будет серьезный рост, что в Тинькоффе, что в Лукойле. То есть, соответственно, для того, чтобы дешево его приобрести, его надо сначала опустить. Я понимаю, конечно, что здесь не очень хорошо. То есть, мы как бы, ну, с другой стороны, мы ничего не можем изменить. В этом деле все так и будет. Вот увидите, все так и будет. То есть, будут опускать стоимость этих компаний. Ну, а мы можем просто воспользоваться этой ситуацией. Мы ничего не можем изменить, ребята. То есть, кто-то может сказать, что это аморально. Но не мы это делаем. Мы можем только воспользоваться как-то той ситуацией, в которую нас загоняют те люди, которые это делают. Вот. Но то же самое я хочу сказать про НЛМК. Потому что та же самая ситуация. И вполне возможно, что будут ее опускать. Что будет с новотеком? Не знаю. То есть, как бы, вот смотрите, новотек мелькнул раз, мелькнул другой. Что будет? Не знаю. Дело в том, что новотек – это компания, которая занимается СПГ с жиженым природным газом. И там были проекты Арктик 2, который сейчас заморожен полностью. Арктик 1, по-моему, запущен. Дело в том, что там в этих проектах используются огромные, так сказать, там, как бы, ну, западные технологии. Дело в том, что только они умеют сжижать газ большими вот объемами такими. И сейчас поставки полностью западного оборудования обнулились. А наши разрабатывать подобные, ну, уйдет такое достаточно большое время. Поэтому новотек, скорее всего, который у меня, кстати, есть в портфеле, он упал и, наверное, еще будет падать. И я не знаю, что будет с Михельсоном. Ну, вот Михельсон пытается уйти от санкций, судя по всему. Да, мы видим. Вот таким образом связаны всякие новости, всякая политика с конкретными денежками, на которых кто-то конкретно зарабатывает, а кто-то не зарабатывает. Быть среди тех, кто зарабатывает, или среди тех, кто не зарабатывает, ну, выбирать, конечно, волен каждый. Я вам советую быть среди тех, кто, ну, хоть как-то зарабатывает на этом деле, чтобы хоть какую-то компенсацию получить от того, что мы все... А в военных конфликтах, в общем, так сказать, я считаю, что теряют все стороны всегда. То есть, когда люди дерутся, то, в общем, так сказать, даже тот, кто победит, он, в общем, так сказать, ну, как бы тоже теряет на самом деле. Поэтому лучше жить в мире, лучше жить в согласии, лучше жить во взаимновыгодном сотрудничестве, конечно же. Ну, если такая ситуация случилась, то надо, в общем, искать возможности для того, чтобы, ну, не опуститься совсем куда-то там в ноль. И, как говорит моя жена, не уйти в следующую реинкарнацию. На сегодня все. Спасибо за внимание. С вами был Демитков Юрий.